Хотите найти дело всей своей жизни, которое будет не только прибыльным, но и интересным? Мир IT и веб-разработки открыт для всех, кем бы вы ни были. Всё, что вам нужно, это желание учиться и развиваться. И лучший помощник в этом — это HTML-академия. Она сосредоточена на веб-разработке, сильной экспертизы и высочайшее качество которой признаны ведущими вузами России. Имеется также самый большой набор практических заданий по HTML, CSS и JavaScript, а также большая команда наставников из разных уголков России. Я вам рекомендую курс JavaScript-разработчик, на котором вы пройдёте два этапа. Первый — это серьёзное обучение, которое длится 8 месяцев. Вы там получите навыки решения задачи JavaScript-разработчика и научитесь создавать проекты на профессиональном уровне. На втором же этапе вас ждут реальные проекты в команде профессионалов и оплачиваемая стажировка с реальными заказами. По окончанию обучения вы получите сертификат от одной из самых экспертных школ в сфере веб-разработки, а также готовые проекты для портфолио. К тому же Центр карьеры поможет вам с составлением резюме, а также предоставит доступ к покаянсиям и стажировкам от партнёров Академии. Так что, если вы готовы изменить свою жизнь, зарабатывать серьёзные деньги и стать частью сферы веб-разработки, приходите в HTML-Академию. Переходите на сайт по ссылке в описании, оставляйте заявку и приобретайте курс с персональной скидкой в 30%. Всем привет, я Эмбра, наша компания продолжается за Россию в моде на современность. И сейчас давайте будем нападать, мы уже на Азербайджан. Здесь, в прошлой серии, к власти пришли радикалы и нужно восстановить порядок, так сказать. Ну, территории, само собой, я хочу присоединить. Да, если мы присоединяем марионетку, то территории становятся национальными, но у нас и так уже много марионеток, и мы тут пока одну присоединим, все остальные уже потом получат сток автономии, что их уже фиг присоединишь. Это касается Югославии и Таджикистана, их уже не присоединить нормально. Нужно брать фокус непрерывный, а когда я буду брать эти фокусы? Не когда тогда. Вот, поэтому эти две страны у нас отпали. Но это ладно, главное вот в Румынию присоединить, потому что у нас есть Болгария, которая уже Россия, и с этим нужно как-то разбираться. Но то попозже. Сейчас давайте Азербайджаном. Поехали. Оп, атака. И... Авиация стоит, авиация стоит. Всё нормально. Очки для доктрины заработали. Это я уже всё взял. Здесь планирование. Ну, вот это уже поинтереснее будет. Наверное, всё же возьму... О, прорыв. Для всей армии прорыв для танков, но чуть-чуть ещё для арты. И атака для арты. Давайте я лучше для всей армии прорыв плюс 5% возьму. В этом моде очень сильно хромает прорыв. Его приподнять, это неплохо. Давайте вот сюда вот и на столицу. Потом ещё нужно будет... А, Гянджа. Давайте на неё. Всё? Всё. Давай, давай, давай. Готово? О, нет, и смотри. Всё. Так, значит, забираем. Оп. Подтверждаем. Готово. По фокусам, смотрите, смягчение последствий кризиса мы уже взяли. Политка выросла. Также у нас стабильность 84. Она же была 85 в начале серии. Или я ошибаюсь? Тут база, наверное, приподнялась, но она не могла, потому что у нас и так сотка. Короче, здесь энергетики. Посрёмся с ними. Минус 5. Но с бизнесменами, вон, 69 отношений у нас. Хорошие с ними отношения. А вот с энергетиками чё-то как-то, ну, уже такое себе. А нам-то, по сути, они важнее. Хотя вот гражданская промышленность уже бонус 5 из 7 у нас. Спорт строительства. Так, тут закончили. Дальше. По поводу космоса, мне там сказали то, что на самом деле 20 ракет, которые здесь я планирую делать. Где я спланирую их делать? Где это? А, вот. Точно. 20, это фигня. Это очень мало, это минимум. А на самом деле нужно дофига, так как здесь у нас бонусы, смотрите. От 5% до 25%. И сколько надо, чтобы было 25? Непонятно. Будем как-то присматриваться. Вот. А бонус хороший. Смотри, скорость 3625%. Как бы, офигеть. Использование ресурсов, эффективность это добыча, типа? Надеюсь, что да. Или может как-то в производстве их использование. Меньше потребуется. В общем, вот нам нужно больше пока этих спутников 20 штук для вот этого и для вот этого. А здесь у нас на армию бонус. У нас организация может быть 25 вообще. Капец. Эффективность эвакуации даже есть. Командная мощность. Тут такие модификаторы, фига себе. Она придумывали. Далее по фокусам давайте съедим бургеры с Обамой. Мы собираемся назначить визит нашего президента к нашему прежнему сопернику и сегодняшнему другу Соединенным Штатам Америки. Да, но там еще, конечно, не Обама правит. Десятый год. Тут у нас, короче, левый чел пришел к власти. Потом мы переименуем милицию в полицию и заживем наконец-то. Здесь повысятся расходы на безопасность. Но я их потом понижу опять. Потому что, ну, оно как-то, ну, смысл. Хотя, в принципе, нет, 2700. Стабильность 5%. И я могу поднять на 5% еще налог на население. И в итоге оно в ноль уйдет. Так как здесь плюс 5. Потратим 5 на налоги. И может больше даже будем их получать. Ммм. Да, наверное, да. Потому что здесь миллиард семьсот, а здесь два миллиарда семьсот. 5% налогов явно дадут эти денежки. Татулярник точно цепит. И там плюс еще, может, даже два там выйдет. Так, насчет нашей Румынии. Ну-ка посмотрим. О, как быстро падут здесь очки. Хорошо. Наше место. Знаете. Так, застраиваем их. Вот это еще приподнимем. Вот так вот. Во. Это уже скоро достроится. Поэтому нужно будет что-то новенькое ставить. Но, наверное, еще больше гражданской промышленности. Еще здесь давайте тоже. По деньгам наш доход 19600. Был 17,5. Ну-ка. Ого, тут фабрик. И нефть. Точно. Тут уже дофига нефти. Тут офис НПЗшечка. Тут гражданская и НПЗшечка. Нахичевань. НПЗшечка. Все. Вот это вообще, конечно. То, что нефти много, это очень хорошо. По инфраструктуре тут надо это дело за... Прист 30. Почему прист 30? А, из-за, наверное, того, что территория не национальная. Нужно еще подчинение, чтобы выросло. Да, вот это вот нужно ждать. А так уже неплохо. А потом будет еще больше нам даваться. Вон, от нефти 16200 получаем. Пойдет. Да, я в курсе, что здесь можно привезти ЧВК Вагнера к власти, но контента не будет. Тут нет блоков фокуса. Вообще фокуса в принципе нету на это все. Но сказали, что вроде как собираются добавлять разработчики. Просто интересно, что было бы с Пригожин к власти пришел. Наш собственный союз. Так, давайте не будем. А здесь Луганская и Украина. В Урмэне тоже здесь автономию понижаю. Там она уже уровень свой понизила автономии. Теперь очков 783. Скоро опущу ее до автономного региона. А дальше уже присоединение вроде как идет. Все, я не ошибаюсь. Ну да. Вон 708, 693. По застройке. О, посмотри. Тут уже Китай нападает на Монголию. Прикольно. Сейчас разберемся, посмотрим. А здесь надо еще что-то начать строить. Радарные станции, что ли? Давайте, что-то нет. Батарея нельзя у них, нету исследований. Шахты тоже не можем. Авиабазу. Вот, давайте здесь побольше авиабазу. Они как бы тоже пригодятся. Полезно. А везде полезно будет. Наверх поставим. Еще сказали, как можно бага как раз пофиксить. Что ж вы не сказали, когда мы играли за Швецию. Я каждый раз удалял постройки. Тут можно просто оказывается взять, снизить вот так вот, чтобы фабрики ушли. Потом вернуть. И все. И смотрите, что продолжится. Но это в теории. Пока на практике не проверял. А я каждый раз отменял. Так, ладно, Монголия. Дорогая моя. Что тебе будем помогать? Держи пехотное снаряжение. Просто так. Просто так и все. 5-6. С китайцами мы вроде дружим. Вроде нет. Понять, конечно, я не могу. Но мне кажется, скорее не дружим, чем дружим. Да этим более такие друзья. Мне кажется, тут было бы неплохо с ними поконфликтовать тоже. А тут вот, вон, Кыргызстан. Наш. О, в Лене 32%. Китай потихонечку уходит отсюда. Но здесь нейтралитет. А нейтралитет, в принципе, сложно взять и замарионетить. У них тут сопротивление большое. К влияниям всяким. Ну попробуем, давайте еще. У нас 10% есть. 14. Ну что-то построим. Давайте. 10 фабрик. На. 15. Половина. Ну такое, конечно. Скорее всего, сейчас уже будет понижать. А что я могу только оказывать помощь в целях развития Грузии? А, это Шанхайская организация сотрудничества. У нас в Грузии, оказывается, в ней находится. Нифига себе. Конечно, реакционеры. Но я чуть не знал, что тут находится. Так. Ну давайте. Транно. Этим я не могу оказывать помощь. А Грузии могу. Ну ладно. Влияние зато у нас здесь сейчас вырастет. Держи еще оружие. И 20... 25%. Неплохо. По поводу наших БМПшек. Вот такими вот я их решил сделать. Поставил самые крутые двигатели. Скорость большая очень. Ну и потребление самое большое тоже. Но я думаю, пофиг. На топливо, на горючее. Так как у нас его хватает. Особенно после присоединения Азербайджана. У нас топлива реально будет хватать на все. Так что пускай так будет. Еще можно даже броню приподнять. Чтобы у нас и прорыв увеличился. А броня, ну... Так. Надежность только из этого падает. Давайте меньше чем 80 делать не будем. Ну так 81 пускай будет. Двушка конечно особо здесь погода не сделает. Но пускай вот так. И скорость хорошая. И надежность тоже. Все. Сохраняем. Конечно получилось очень дорогостоящие у нас БМП. Можно было сделать вообще дешманское. Наклепать его дофига. Но я вот смотрю на эти циферки и не могу хуже сделать, чем вот так. Захотелось все самое крутое поставить. Поэтому вот так у нас. И давайте сейчас силы бросать будем на производство этих вот БМП-шек. Я просто одну армию уже вот эту вот, например, кстати, нужно сюда вот поставить. Перевел уже половину в вот этот шаблон дивизии и половину в вот этот вот. Тут я все же до 60 ширину фронта растяну. Да. Поставлю просто больше БМП-шек. На произведем сейчас их. И я влеплю побольше. А танков поменьше. А тут наоборот. Побольше танков, поменьше БМП. Ну и дофига арты. Тут я, наверное, много арты ставить не буду. Сюда вот инженеров еще поставлю, чтобы укрепленность была побольше. А вот этим войскам укрепленность-то, по сути, не нужна будет. Вообще. 69 я даже уменьшу. Уберу отсюда, наверное, БМП-шечку одну. Самоходку. Так, если я эту уберу, 60. Во! Вот так вот я сделаю. И вообще, поэкономнее будет. И хуже не станет, так как задача этой дивизии будет атаковать. Укрепленность нафиг не нужна. Еще опять отношения опустим с энергетиками. Давайте. Вот эти оба конфликтуют. Имеется в виду, когда будете играть. Тут постоянно это вылазит. Уже отношения 48. Че у нас будет с энергетикой? У нас главная эффективность добычи ресурсов. Из-за этого упала серьезно. Япония нападает на Китай. Угу. Китайские и японские истребители участвуют в воздушных боях. Не за горами ли третья китайская и японская война? Главное, чтобы не мировая. Короче. Китайцы, вот эти вот гайнаровцы, все еще пытаются сделать выставку на Тайвань. Нифига у них это не получается. Если сюда не получается, то в Японию явно не получится. При этом в Японии есть существенный такой флот. Вот у Тайвань один кораблик остался. По войскам нифига нету. Скорее всего они даже не будут пытаться делать выставки в Китай и будут это делать. Нифига у них это не получится. Но промышленность у них серьезная. Если сейчас они за армию возьмутся, то нормально будет. Авиации толком-то и нету. Ну короче понятно. Японцы только на самом деле начали армией заниматься. У них что-то были ограничения. Они вот только недавно разорвали их. И поэтому только сейчас занимаются. Так. С Румынией почти у нас готово все. Фокус мы тоже взяли. Закон о полиции был подписан туда-сюда. В общем милиция переименована в полицию. Ну так а что-нибудь. Нормально. Так. Значит. Доход у нас упал. 16,9 теперь. А теперь давайте будем повышать на... На пятерочку. Налоги 78 пойдет. И доход сейчас. Глянем. 20,6. Да. Да. Это выгодно. Пускай будет так. Расходы 2 почти 8. Дальше уже не будем. Потому что там уже серьезные такие цены пошли. Румынию мы сейчас присоединяем. Так. Подожди. Мы тут что-то достроить успели. Что-то. Да. В плане вот этого. Ну это ладно. Пофиг. Давайте будем присоединять. Готово. Получили небольшой долг. 11 рублей. А также 79 миллиардов. В международных инвестициях. Ничего себе. Давайте к нам. Все. Смотри что получается. Вот эти вот лишние войска сейчас я даже распущу. Это ополченцы обычной фигни. Во. Столько гражданских фабрик. Офис. НПЗ. Две военки. Полезно. Гражданские. Гражданские. Даже он ядерный реактор есть между прочим. Гражданские военка и офис. А тут. Верх и ядерный реактор офис. И даже нефть есть. Это что в Румынии все таки. Но тут чуть-чуть. Тут побольше где-то должно быть. В 8 мне. Побольше наверное не будет. Как-то совсем мало. Ужас. Ладно. Так. Сейчас посмотрим на доход. И. Что вот с этим делать. Видите. Оно не строится. Не идет строительство. Или идет. Да. Не идет строительство. Это сейчас я все это буду вот так вот опускать. Оп. 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 А теперь верну. И. Идет. Оно не идет. Вообще никак. Ам. И добавить я тут не могу. А вот если я уменьшу. Потом добавлю. Пойдет. Пошло. Да. Вот. Вот. Кстати что сказали. Уменьшить и добавить. Здесь я уменьшить не могу. Я ее удалю. И добавить я не могу. Поэтому видимо отпадает. Я это просто удалю тогда. А там где можно уменьшить. Я просто сейчас на единичку уменьшу. И все. И пойдет. Это тоже поменьшаю сейчас. Вот так. И теперь он видите. Строится уже у нас. А не в Румынии. Во. Все. Оказывается так вот все решается. А я блин удалял вообще нафиг. Полностью. Так. Ну здесь в принципе нам гражданских столько и не надо строить. Надо уже заниматься другой страной какой-нибудь. Которую мы тоже собираться будем сейчас присоединить. На всякий случай еще изучу переработку нефти. Так как. И правда у нас там потребление будет очень серьезное. По фокусам давайте осудим культ Сталина. Многие наши соотечественники до сих пор верят, что Сталин был величайшим лидером в истории России. И мы должны сокрушить этот культ и заставить русских людей поверить в наших нынешних и будущих лидеров. Они же лучше конечно. Стабильность. Стабильность потеряем. Плохо. Ладно. Объем производства вырастет. У нас тут дефицитик образовался. Конечно же. После моих манипуляций с армией. Давайте военки туда побольше поставим. Во. Вот так. Я даже на самом деле бы я бы это... Хотя не ладно. Пускай стоит. Не буду убирать. С самолетов лучше немножко сниму. И тех металлы закупим давайте у кого. А у наших людей ни у кого закупить. Тут наших нету. А на Югославии только там пятерочка за одну фабрику. Нафиг. Давайте учили купим за три фабрики 24. Вот так. Давайте будем Украину застраивать. Начать нужно с сетевой инфраструктуры. Вот так все давайте. Так. На нашей территории не залазим. Мы будем чужие страны застраивать. Мы пока отдохнем. Вот так значит. Ну и сейчас эти фабрики доделаем. Тюмень, Санкт-Петербург, Москва. Немножко достроим и здесь тоже попрем. Так. С Украиной там ситуация у нас вот такая вот. Немножко осталось понизить до марионетки. Потом еще раз. И там уже будет приснияние. Так. Насчет Грузии не забываем. Блин. Нажал левой кнопкой. Путаю каждый раз. Уже 30%. Неплохо. Не, смотрите, с Кыргызстаном не понижает он автономию. Китай вообще забил на него. 23% у нас здесь. Торговое соглашение. 20, считай, 5. Угу. Так. Япония. Отдыхаешь. Отдыхает. Класс. По деньгам доход 25,5. Вообще класс. Давайте еще застроим здесь офисами. В Киеве. 5 офисов. И здесь еще 5 офисов. Давайте еще. В Харькове. Че не можем, что ли? А, 4 тогда. Давайте. Деньги у меня закончились. Я сейчас смотрю. Украина начала свои войска экстренно переводить куда-то. Куда-то вон по нашим жидешкам. Оно их отправляет на север. Сюда отправило. Че происходит? Финляндия обосновывает цель войны на нас. Финляндия. Фух. Хотя бы это просто Финляндия. Я уже подумал, там че-то серьезное. Блин, реально Финляндия? Ну, войска давай я подведу. А че у нас по узлам снабжения? Тут они вообще у нас... Пам-прам. Ну, не, ну че-то есть. Вообще надо строить. Я, конечно, не думаю, что она, в принципе, на нас нападет. А это просто какие-то угрозы странные. Давайте будем строить. И здесь вообще надо двушки поднять, на самом-то деле. Вот так. Все, в принципе, до Москвы, до двушки. Вот так, сюда. Сюда до двушку. Так что пока лучше этим займемся. Но это не сильно долго будет. Потом к Украине вернемся. Хотя... Нет, это долго. Да. Тут надо прокачивать же вот это вот. А я как раз это и прокачиваю. Через две недели. Плюс 300% скорость 30. Что тут плюс 200, плюс 100. Ну, это просто стоимость завышенная в этом моде. Поэтому вот такие проценты и рисуют здесь. В исследованиях. С бизнесменом мы сейчас подстеремся из-за кризиса. Так, у нас сейчас экономический бум. И... Быстрый рост. Ну, хотя бы не... Стабильный или стагнация. Доход 2-4. На полторочку упал. Ладно. Теперь вперед, Россия. Итак. Путин возвращается. Хотя у нас выборы 12-го года в марте будут. А он сейчас уже к нам придет. Может, давайте пока что не будем торопиться с этим. А займемся чем? Может быть, что-то в плане экономики еще взять? Раз деньги у меня появились. Да. Потом. Туда дальше пойдем. Здесь инфраструктура нафиг не нужна. Вот это вот тоже, в принципе... Вот это. Пока мы имеем Медведева, ну, в смысле, он власти, мы можем дружить с Западом. Он же у нас все-таки прозападный политик, поэтому кто из него сюда вот выйдет. Противостоять Вашингтонскому консенсусу. Этот консенсус, переданный Ельцину и его марионетками в Вашингтоне, разрушает нашу экономику и в действительности создает возможность для Запада скупить наше государство. Нам нужен новый план для восстановления экономики России, и мы должны полностью отбросить план Ельцина. Мы будем, короче, с Европой взаимодействовать, северный поток туда-сюда отношения улучшать. Тут с кем надо вообще? Франция и Британия, с ними нужно улучшить. Можем? Вроде да. Давайте улучшить отношения. Британия, Франция. Поехали. Все, пойдем туда. Сейчас, кстати, в инвестициях 3 триллиона 200, почти миллиардов. И, кстати, забрать отсюда можем только 60%. Да, я это в комментариях Ваших увидел. Раньше, если не ошибаюсь, можно было забрать все 100%. Но, по крайней мере, я не читал, что здесь написано, но я забирал, и мне приходила та сумма, которая здесь вот нарисована. Это вот вроде как только добавили, оказывается, недавно, если я не ошибаюсь. Так, по истощению тут оно, конечно, имеется. Ой, у нас стоит приоритет кавалерии. Давайте моторизацию поставим. Вовсе у истощения прекратилось. А машинок там у нас хватает. Это что, уже тогда строить не обязательно, что ли? Блин. Ну ладно, раз уже начали, пускай строится. Давайте пока что займемся умиротворением иностранных держав. По спутникам здесь пока ничего не трогаем. Вот это сказали, стержень бога фигня. Он там наносит не сильно много урона, поэтому не надо. Так, вот эти оба чуть позже начнем делать. Как видите, там фабрики у нас заняты другим делом. Поэтому пока что туда вот я не лезу. Здесь, что ж мне следует-то? Везде превышение. Сверхтяжелые ранние орудия. Да ну че-то как-то, потому что на корабли что-то взять. Давайте, наверное, на корабли возьмем. Торпеды, например. У нас, кстати, взимейте, все это время еще что-то. Взято аренда фабрика и скорость строительства фабрик. Кстати, процент к скорости строительства забирает у нас именно процент из ВВП. А вот аренда фабрик 300 миллиончиков. Я думал, можно это уже отменить, так как три фабрики для нас это как бы фигня. Но тут не в процентах. Поэтому бессмысленно. А вот это отменить, кстати, вообще на самом деле полезно было бы. Потому что 0,1% ВВП вроде как серьезно бы доходик бы нам повысил. Но 20% сейчас-то я по сути не строю этих фабрик. Вот это вот сейчас мы, конечно, доделаем. Потом начну я строить фабрики в Украине. Можно строить офис. Ну не, ладно, пока бонус есть, он же на Украину тоже распространяется, правильно? Пока этот бонус я взял, я же строю в Украине фабрики. Поэтому бонус-то это доработает. Ну да. Так что ладно, отменять не буду. Здесь берем скорость восстановления у нас дивизии. Тоже надо. Кстати, экономика наша так выросла уже, что мы платим всего лишь 1,4%. Скоро у нас уже будет минимальная ставка. Глянь, она подает. Ой, блин. Она реально на нас напала. То власть. Павло. Липонен. Дорогой. Ты чё? Офигевшая. Ладно, ой, у нас тут в плане авиабаз чётко-то не очень. Ну ладно. Достать чё-то не могут. Отсюда. Отсюда стану. Добровольцы из Бразилии. Пять штук. Спасибо. О, сюда муж, пожалуйста. Давай вот так. А вы сюда. Хотя чё? Можно этих туда перекинуть, чтобы они на юге больше работали, но полезнее будет. Вот. Сюда вот. И на Финляндии. Всё. Атакуем. Ну как бы... Такое. В плане войск у них вон пехота. Танков немножечко есть, но я думаю мы их будем спокойно пробивать. Да? Ну конечно. У нас армия сейчас жёсткая. Вот это вот. Прямо реально жёстко. Всё по современным стандартам. Конечно, БМПшек там не хватает. Сколько? 1950. Ну там много БМПшек. Опа. Ещё наземная поддержка плюс 20% для наших штурмовиков. Это очень хорошо. Тут она прям чувствуется. Этот вот каждый процентик в этом моде. Так, давайте сюда попотерям. Ну-ка. У нас 27 человек, у них 7000. Ну, с техникой воюет. Понятное дело почему так. Хотя всё равно странно. 27 всего лишь-то человек. У них уже 9000. Мы ещё с ними даже не встречаемся. Тут соотношение потерь в этом моде и в чьей стране. Так. Ну всё ещё 27, у них уже 10 тысяч. Всё, это мы сейчас достроили. Теперь давайте-ка... Пу-пу-пу-пу. Давайте-ка гражданскую промышленность здесь будем строить. Везде. Так, тут пока не надо. Это рано потом. Их тоже будем присоединять, но попозже. И вот здесь. Бум. Чё там? А, ещё 3 осталось. Всё. Теперь автономный регион и всё. И потом присоединяем. Так, по потерям. 30 человек. Трое. Куда делись? А, возвращайте. У них 14 тысяч. 15 там уже нарисовано было. По фокусам план взаимодействия с Европой. Нам нужен план по правильному взаимодействию с европейскими державами, которые имеют с нами жизненно важные экономические отношения. А иногда и санкции по отношению к нам. Ну конечно. Так, ну сейчас я думаю, на нас санкции водить никто не станет. Мы же ни на кого не нападали. Правильно. Так, здесь отношения я уже перестану улучшить. Потому что... А, чуть-чуть. Она сбросилась? А, она сама сбросилась. Окей. Гринляндия готова. Да, присоединяем просто и всё, и не паримся. Опять же, хватит нам этих марионеток. То, что тут территория не национальная, но как бы она не смертельная. Да ёберный ты театр, а с Германией теперь поздравились. Шо тебе не понравилось? Шо? Ну-ка. Мировая напряженность. Ой, знала бы ты, Германия, какая мировая напряженность? Бывает. Так, ладно. Всё, отношения сейчас не улучшаем. Требуется больше денег. Но деньги-то я дать могу. Ради отношений с нашими бизнесменами. Давайте. Доход 2,4 с половинкой. Так, тут в Финляндии чё? Ого, тут целый салат. И гражданский, у тебя и военный, и ядерный реактор. И офис. Тут гражданский, ядерный реактор, офис, верфь, военка. Тут две гражданские, тут одна гражданская. Ну, слушай, неплохо. Политку сейчас можно потратить на награждение дивизии наших, но я хочу потратить её на более полезные вещи. Например, вот это вот. Ну-ка, держи. О, 50, почти 5% здесь. Ну-ка, 34,5. Смотрим. Шанс 63. У них всё-таки реакционеры тут 47% имеют. Попробуем. А 200 политкой стоит. Не, наверное, пока рановато. Да, давайте лучше ещё процент набью потом. Кстати, сложнее будет нам присоединить ЛНР-ДНР, потому что у них всего лишь один регион. А очков требуется снижать столько же, сколько и для других стран. А мы же снижаем это строительством. Как бы вот этим мы тоже снижаем, но это очень долго. Но тоже как дополнительный такой фактор, снижающий очки автономии. Полезно. Так, выходим в отношения с Европой. Тут Германии. Прекращаем отношения улучшить. Хватит нам этих отношений. И... А, не хватит. Там для северного потока нужно больше. Всё. Ну, что только северный поток мы знаем. Считать не надо. А дальше... Чё? А, чтобы обсудить снятие санкций. А, их же всё-таки понавводили. Мы же с Крымом там... Мы просто так рано сделали, что я же забыл про него. Вон. У нас должна быть западная идеология, либо же мы не должны владеть Крымом. Тогда санкции можно снять. Выйти в экономический бум. Потом. Ещё бонусы получить прекрасные. И нужно всё из этого возвращение к золотому стандарту. И у нас даже процент независимости вырастет на 10. Процентиков. Деньги ещё получим. Но мы будем идти вот сюда вот. Северный и Южный поток силы. Сибири, туда-сюда. Вот это всё. Но этим давайте займёмся мы уже в следующей серии. Также нашей космической программой. Присоединением Украины. Мариня сеть будем ещё в Средней Азии страны. И дальше будем расширять наше влияние на то, что нас окружает. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. Также играйте в мультиплорные портиры. Просто общайтесь на наших серверах в Дискорде. В ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи.